Ну смотрите, терпение всегда может перейти в унижение в любой момент. Вот сил не хватило терпеть, это уже унижение. Но также унижение, терпение становится унижением из-за привязанности. И тоже мы это не можем контролировать. Мы все равно привязаны к близким, по-любому. Только святой человек может быть абсолютно не привязан. Мы все привязаны. И поэтому чуть-чуть все унижены. Привязанность всегда делает унижение. Если я завишу от человека, это униженное положение. Зависимость только от Бога, как вот женщина сказала, это сильная позиция, очень сильная. Мы должны зависеть от желания заботиться, служить людям, тогда это тоже очень сильная позиция. Но зависеть от того, что они мне счастье сделают, то опасная ситуация. Это унижает человека. И так мы терпим, да? Мы терпим все равно, несмотря на то, что мы привязаны. И несмотря на то, что у нас сил нет, и мы унижены. Мы все равно терпим, потому что так Бог сказал. Он сказал, я смотри, я терплю, ты тоже должен терпеть. Смотри, как я себя вел. Я для тебя это делаю. Так Бог сказал, потому что мы должны так жить в целом. Так устроен этот мир. Поэтому человек терпит по-любому. Даже если он не может терпеть как правильно, он терпит с унижением и терпит с привязанностью. Но если он терпит, привязанность и унижение проходят. Остается только терпение. А если не терпит, все это усиливается. Ну, то есть он не психанул, допустим, он стал более привязан. Он стал менее сильным. И он стал слабее. Но если он раскаялся, говорит, все, извини, я психанул, прости. Но это при этом он не признает, что он неправ. Он просто неправильно себя повел. И дальше терпит. Но в терпении также есть строгость. Допустим, муж начал изменять. Не надо перед ним унижаться, с ним постель падать и просто думать, что вот так надо жить. Отстранитесь от него. Служите ему, заботитесь о нем. Но при этом не унижайтесь. Не делайте вид, что вы хотите с ним близких отношений в таком вот настроении. Он не достоин этого сейчас. Допустим, я как пример привожу. То есть терпение не связано никак с унижением. Но иногда человек унижается. Он, допустим, не хочет, чтобы муж бросал. Это унижение. То, что я стараюсь, чтобы муж не бросал, это одно. А вот если я не хочу, значит, я привязан именно к этому человеку. То есть это значит, что я не к Богу привязан. Потому что я же не знаю, как мне лучше по судьбе. Мы не знаем. Может быть, человеку лучше по судьбе, чтобы муж бросил. И Бог хочет дать лучше. А может, наоборот, лучше, чтобы муж остался. И это будет самое лучшее. Мы ничего не знаем, что на самом деле будет. Поэтому мы не должны ни к чему привязываться. Терпение должно быть по-любому. И тогда оно превращается в силу. То есть терпеть нужно то, что Бог дал. Не нужно брыкаться. Но в терпении есть свои правила. Потому что нужно знать, что терпеть и насколько. Мы должны обрабатывать знания. Допустим, в личной жизни нужно знать, что если близкий человек тебя бьет, насилует, ненавидит и изменяет, то тебе не обязательно с ним жить рядом. Ты можешь жить отдельно, но не бросай. Бросать никогда не надо близкого человека. Если он сам бросил, то ты можешь ставить срок. Если он не возвращается в этот срок, значит, он действительно тебя бросил. И это его уже проблема. Такое может быть тоже. Расставание возможно. Теперь, если человек ушел из жизни, не обязательно все время как бы ему быть верным. То же самое. Можно о нем помолиться, подумать и дальше жить в жизни своей. Это не означает, что ты бросил. Бог так сделал, что ушел из жизни близкий человек. Но терпение, это означает, что я точно знаю, как надо правильно. Вот, допустим, если человек работает на какой-то работе, то бросать ее сразу не надо, особенно мужчине. Нужно очень четко понимать, что пока Бог новую работу не даст, нельзя бросать старую. Пока Бог не создаст новые условия, нельзя отказываться от старых. За исключением, если там огромный грех совершается. Допустим, люди от этого страдают сильно, от этой работы. Сейчас такое бывает. Например, человек продает алкоголь. Может быть, есть смысл как-то уходить от этой деятельности. Но даже в этом случае, может быть, сразу бросать не надо, иначе ты вообще без штанов останешься. Ну, то есть, как бы, терпение всегда связано со знанием. Допустим, идет война. Одна женщина говорит, я послушала ваши лекции, Олег Геннадьевич, я живу на Донбассе. Там прилетают снаряды. Но я знаю, что надо терпеть. И жить там, где Бог дал. Я говорю, вы ошибаетесь. Вы должны немедленно уехать из этого места. И она уехала. И даже так получилось, что мы дали ей работу. Она у нас работает. Но муж ее не захотел уехать. И он погиб. Теперь она меня спросила, почему муж-то погиб, а я жива. Я говорю, потому что человек всегда выбирает. Но выбирает на основе знания. Если где-то начинается война, то он должен уехать из этого места. Если он не воюет сам, то он должен свою жизнь поставить выше своей собственности. Своего имущества. А если он этого не сделал, значит он тогда свою жизнь поставил в рискованное положение. И он может ее лишиться в результате. Понимаете, не всегда терпение означает оставаться там, где ты есть. Иногда надо уехать наоборот. И это терпение. Иногда надо ждать, когда поменяется работа. Но никогда не нужно бросать близкого человека в личной жизни. Видите, есть разные условия. И терпение всегда основано на знании. Дальше спрашивайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...